Время говорить обзор событий недели в изложении наших авторов и комментариях экспертов. Неделя выдалась, прямо скажем, куда как оживленная. Один пожар на нефтезаводе чего стоит. А тут еще и лжетерористы наконец-то изловили. И на Олимпиаде события разворачиваются самые-самые. А там тоже есть наши рязанцы. Так что постараемся сегодня разместить репортажи, как размещают пассажиров в рязанской маршрутке. Максимальное количество на минимальной площади. Вкратце о сегодняшних темах. Пожар на нефтезаводе представители предприятия и московской железной дороги обвиняют друг друга в том, что произошло. Взяли. Стало известно о задержании так называемого записочного террориста, который вымогал деньги у руководителей гипермаркетов, угрожая взрывом зданий. Наши в Сочи рязанские болельщики сняли специально для телекомпании город Олимпийские зарисовки. Главная и самая тревожная тема недели – чрезвычайные происшествия на Рязанском нефтезаводе. В среду вечером здесь заполыхали цистерны, тушили пожар до самого утра четверга. Многие рязанцы наблюдали мрачный дым со стороны предприятия, выйдя на балконы квартир. Сразу пошли сообщения от главных, так сказать, участников происшествия. РНПК разослал посредством массовой информации свой релиз, где назывался виновник этого отнюдь не торжества. Понятно, что им оказалось по выводам нефтяников Московское-Рязанское отделение Московской железной дороги. Дескать, было грубое нарушение техники безопасности со стороны составителей поездов и маневренной бригады станции Стенькино-2. При закреплении состава, находившегося на путях за территорией завода, сказано в релизе, цистерны отделились от состава, совершив самопроизвольный спуск, пробили ворота завода, затем столкнулись с эстакадой, в результате чего произошло возгорание. Надо отдать должное пожарным и всем оперативным службам, работавшим в зоне происшествия. Всю ночь со среды на четверг шла борьба с огнем, и только к пяти утра его удалось потушить, жертв разрушений нет. Теперь два гиганта, Роснефть и российские железные дороги, начали мериться правдой, которая, как известно, у каждого своя. Позицию нефтяников мы вкратце изложили, а вот путейцы утверждают, возгорание произошло на подъездных путях, а они находятся в ведении завода, а не МЖД. Так что разбираться во всем и делать окончательные выводы придется следователям. По результатам доследственной проверки, следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Расследование поручено следственной группе в составе следователей ряда межрайонных следственных отделов под руководством следователя по особо важным делам. Сразу после того, как был потушен пожар, Рязанский губернатор обсудил вопрос о ликвидации его последствий с главой Роснефти Игорем Сечиным. Руководитель региона, передает сайт областного правительства, обратился с просьбой не останавливать модернизацию предприятия в период восстановительных работ и приложить максимум усилий для ускорения этого процесса. Он подчеркнул, что для региона имеет особо важное значение реконструкция очистных сооружений, строительство объездной дороги для грузового транспорта предприятия, а также переход завода на выпуск высокооктанового бензина. Также вечером в среду 12 февраля и утром 13-го была проведена экстренная оценка состояния атмосферного воздуха в ближайших к заводу жилых районах Рязани и поселке Турлатова. По данным измерений, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было. По предварительным данным, ущерб от пожара составил более 9,5 миллионов рублей, как сообщило руководство Роснефти на полную мощность. Рязанский нефтезавод выйдет к 19 февраля и для справки. Акционерное общество Рязанская нефтеперерабатывающая компания – крупнейшее перерабатывающее предприятие Роснефти с мощностью переработки 17 миллионов тонн нефти в год. Это крупнейший поставщик авиационного топлива для столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово. Агентство Прайм, сославшись на представителя пресс-службы Минэнерго, сообщило, что проблем с поставками бензина потребителям из-за пожара на РНПЗ не возникнет. У Роснефти существует более чем двухнедельный резерв горючего. На этой неделе полицейские изловили такие таинственного записочного террориста, который творил чудеса, доводя до зубовного скрежета полицейских и руководителей крупных магазинов. Недобрым гением оказался не хулиганистый школьник, этакий Мишка Квакин 21 века, а 60-летний житель Дашково-Песочный. Пенсионер устроил массированную психическую атаку на гипермаркеты, но далеко от дома не уезжал. Так что скрипели зубами руководители песочинских. Глобусы, ленты, нити. Искали лжетеррориста масштабно. В полиции были задействованы все силы, вплоть до сотрудников пресс-центра. Ежедневные записки с угрозами взрыва – это вам не шутки. Как уже было сказано, и простые рязанцы и правоохранители грешили, если честно, главным образом на юных сорванцов. Наконец, хулигана вычислили и немало удивились. Вполне благопристойного вида пожилой человек. И вовсе не запойного облика, не судимый, не состоящий на медучете. Вот он сидит, грустит, а полицейские у него дома изымают и протоколируют личные записи. Та же рука, что и писала взрывные послания. Те же орфографические ошибки. Появились известия, что вроде бы таким образом подозреваемый пытался решить финансовые вопросы, расплатиться по долгам, кредитам и займам. Все это предстоит проверить, равно как установить и степень вменяемости пенсионера-писателя. Напомним, на этой неделе Советский районный суд своим решением арестовал уже террориста на два месяца. Против пенсионеров возбуждено 10 уголовных дел, которые, скорее всего, будут связаны общим производством. По нашим данным, записочный террорист сейчас обживается в камере СИЗО номер один. Того самого мрачного Рязанского замка, который украшает собой Первомайский проспект. А в конце недели в том же Советском суде грянул громкий коррупционный процесс. На печальной скамье подсудимых оказались некоторые важные начальники, бывшие, разумеется, из областного управления МЧС. Государственные люди обвиняются в неприглядных делах, запятнавших и честь мундира, и биографию бывших спасателей. С большими звездочками на погонах. Следствием и судом установлено, что в период с 2009 по 2011 годы помощник начальника регионального управления МЧС по кадрам Юрий Панченко и начальник пожарной части Роман Климушки наформили гражданина на аттестованную должность без фактического выполнения служебных обязанностей. Начисленную по указанной должности заработную плату в сумме более 600 тысяч рублей они распределили между собой. Все трое также получили от данного гражданина взятку на общую сумму 220 тысяч рублей за эффективное оформление его на аттестованную должность и последующих незаконных бездействий по этому факту. Помимо этого, помощник начальника управления по безопасности Сергей Ловцев потребовал от данного гражданина в качестве взятки еще 40 тысяч рублей, половину из которых он получил, а при получении второй половины 29 декабря 2011 года он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Кроме того, Роман Климушкин обвиняется в совершении еще четырех преступлений по присвоению денежных средств на общую сумму около полутора миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета для примирования сотрудников его пожарной части. В ходе предварительного расследования Панченко и Климушкин полностью признали свою вину в совершении указанных преступлений и сотрудничали со следствием. Сергей Ловцев свою вину признавал в ходе расследования уголовного дела частично, а впоследствии в суде. Совсем отказался от признания своей вины. После таких душераздирающих известий из судов да с нефтяных пожарищ даже Сочинская Олимпиада как-то отступила на второй план по сенсационности. Но это, конечно, на короткое время. За ходом игр все мы следим. Болеем за Россию. Тем более, что в нашей мужской хоккейной сборной играет самый настоящий коренной рязанец Антон Белов, 27-летний защитник. Родился он в Рязани, 29 июля 1986 года, как хоккеист. Воспитывался в челябинских клубах, но корни-то наши. Тем более, что уже успел отличиться наш Антон Сергеевич. Забросил шайбу в первой Олимпийской игре со Словенией. Помог команде победить. Так держать. А вот какой видео-привет прислали нам в четверг рязанские болельщики прямиком из Сочи. Здравствуйте. Мы видим репортаж из города Сочи специально для канала «Городской город Рязани». Буквально недавно из-за этих вот ворот выбегал третьяк с факелом, пробегал по этому асфальтовому полотну, подбегая к этой вот огненной стели. И все хлопали и кричали, и все говорили «Ура! Олимпиада началась!» Друзья, Олимпиада началась здесь здорово, здесь прекрасно. Счастья вам! С праздником Олимпиады! С праздником России! Рязань! Теперь о заботах людей, для которых спорт высоких достижений уже возможен только в формате просмотра телетрансляции. А вот физкультура и адекватная физическая нагрузка вполне допустимо. Продолжает программу «Экспресс-интервью», записанное на этой неделе в областном отделении Пенсионного фонда. Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Действительно ли период ухода за детьми, засчитываемый в трудовой стаж, увеличился до 4,5 лет? С 1 января 2014 года вступили в силу изменений в пенсионных законодательствах, касающиеся увеличения так называемых нестраховых периодов матерей, которые ухаживали за детьми. Так как при назначении пенсии мы учитывали до 1 января 2014 года уход за детьми и включали страховой стаж за двумя детьми максимум до трех лет, то вот с 1 января 2014 года разрешено включать уже уход за детьми в страховой стаж за тремя детьми. То есть мы увеличили так называемые нестраховые периоды до 4,5 лет. Геннадий Васильевич, а для кого недавно в пенсионном фонде открыт личный кабинет плательщика? Для облегчения взаиморасчетов или взаимовыверки с полтежами, которые работодатели и индивидуальные предприниматели осуществляют в пенсионный фонд, нами разработан так называемый личный кабинет плательщика. Он сегодня у нас находится на сайте отделения пенсионного фонда. И каждый работодатель и индивидуальный предприниматель может зарегистрироваться в этом кабинете. Ну и, соответственно, после регистрации входить в него, по своему регистрационному номеру определять свои платежи, которые поступили в пенсионный фонд. И дальше это им также помогает, можно распечатать платежные поручения для перечисления страховых взносов, потому что там уже указаны все коды, по каким нужно перечислять те или иные страховые взносы. То есть это намного облегчает взаимоотношения работодателя и пенсионного фонда. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорить. Итоги недели». Вот что будет во второй ее части. 25 лет после войны в России вспоминают афганские события и день окончательного вывода советских войск из этой страны. Эко да не то. Рязанцы жалуются на плохую работу организации с громким названием. Поохочусь с ветерком по протоколу. Прокочусь. Рязанские охотники наводят порядок в областном отделении военно-охотничьего общества. Дата недели. 15 февраля. 25 лет, как были окончательно выведены советские войска из Афганистана. Много случилось всякого в той 10-летней войне, однако выполнившие свой долг солдаты и офицеры для нас всегда останутся фронтовиками современности. Напавшие в боях героями. На многих рязанских зданиях, главным образом в школах, можно увидеть памятные таблички с портретами выпускников, погибших в афганских песках и горах. На этой неделе, в преддверии 25-й годовщины окончания боевых действий, появилась еще одна. В Московском районе на фасаде 47-й школы появилась памятная мемориальная доска выпускнику Воронину Валерию Николаевичу, погибшему в Афганистане в 1982 году. Старший сержант Валерий Воронин награжден орденом Красной Звезды, похоронен на новогражданском кладбище в Рязани. Открытие памятной мемориальной доски совпало с 25-летием вывода советских войск из Афганистана. Перед учениками старших классов выступила родная сестра героя Татьяна. Мне кажется, ребята поймут, что всегда ведь почему-то хороших ребят хоронят. И для них это будет, по-моему, большая-большая наука в жизни, что надо любить свою родину, защищать ее. Как мой папа защищал тоже, имеет три ордена Красной Звезды, прошел фронт, воевал. Для них будет хорошим этим уроком. Дай Бог, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Никогда. К сожалению, не все понимают значение установки таких вот памятных досок. Зачем все это надо? Мрачно как-то. Воевать мы не собираемся, живем тихо, мирно. Есть такие мнения. Как-то не вяжется это с мероприятиями, которые в тех же школах проводятся в День защитника Отечества, 9 мая. Простим, защитников Отечества, в армии служить почетно. Разве эти девизы противоречат мемориальным доскам на фасадах? Никоим образом. На этой неделе в Рязани прошла торжественная встреча, посвященная четвертьевековому юбилею окончания Афганской войны. Ровно 25 лет назад СССР вывел войска из Афганистана. Это была не наша война. Но почти 10 лет офицеров и солдат-срочников отправляли на самый настоящий фронт. И в Рязанском дворце молодежи сегодня чествовали ветеранов боевых действий в Афганистане, как бы извиняясь перед ними за ошибки их предшественников. Через афганскую войну, растянувшуюся почти на 10 лет, прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров. И тысячи военнослужащих отдали свои жизни, честно выполнив воинский долг. Среди них 134 наших земляка. Для всех, кто участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, для тех, кто потерял там родных и близких, эта война навсегда останется незаживающей раной, временем скорби, временем невосполнимой утраты. До сих пор отношение к этой войне в обществе неоднозначное. Те события еще долго будут волновать и историков, и политиков, и военных, и гражданское общество в целом. Я не хочу сегодня вдаваться в политику. Для меня абсолютно ясным и бесспорным остается одно. Наши солдаты и офицеры выполнили поставленные перед ними задачи, не изменили воинской присяге и своей Родине. За прошедшие годы многое изменилось, но мы были и остались патриотами своей Родины, нашей России. Я горд от сознания, что наше боевое братство, родившееся на поле боя, остается незыблемым. На мой взгляд, наше братство, как и любовь к Родине, сильнее всех политических потрясений, происходящих в стране. Вернувшись домой, воинам-интернационалистам пришлось столкнуться с реалиями мирной жизни. До сих пор непонятно, в чем был смысл той интернациональной миссии. И во взгляде героев чужой войны читается грусть, когда на фоне знамени их боевые товарищи получают награду из рук губернатора. Однако сейчас можно утверждать, именно наши гарнизоны сдерживали тогда героиновый натиск афганского зелья на страны Европы и США. А потому миссия все-таки была. Только тогда, в советские годы, о ней никто не знал и не догадывался. На днях со своими проблемами в нашу редакцию обратились и жители Кольнова. Вещь обычная – не вывозят вовремя контейнеры с мусором. Во дворах летает грязная бумага и прочие неприятные составляющие помойки. Ну, дело не новое, однако тревожит то, что со своей работой, по отзывам жителей, не справляется организация «Экосервис». А это, напомним, люди, которые пообещали нам в Рязани мусоросортировочный завод построить. Не больше и не меньше. На днях мы решили выяснить, что думают рязанцы о работе организации с громким «эко» названием. Видеть вот такие переполненные мусорные контейнеры для жителей микрорайона Кольное уже стало привычным делом. Причину этого местные жители не понимают. Местные жители утверждают, что нынешняя плачевная ситуация с вывозом мусора из их дворов сложилась в конце января. По их словам, уборочные машины появляются здесь редко и нерегулярно. В итоге мусор валяется прямо на контейнерной площадке, совсем недалеко от площадки детской. Стало безобразие. У них раньше вывозили регулярно. Ну сколько по времени такая ситуация? Ну после Нового года, наверное. Ну где-то с месяц. Машины приезжают просто ужасные. Все то и дело рассыпаются на ходу. Не знаю, конечно, с чем это связано. Предположить. Но мусор не вывозится. Жильцы утверждают, занимается вывозом мусора из дворов кольном фирма «Зао Рязань Экосервис». Со слов работника местного ТСЖ, водители мусоровозов из обслуживающей организации недавно признались, что в последнее время им задерживают заработную плату. Из-за этого вроде бы в Рязань Экосервисе банально не хватает работников. Кстати, в начале декабря прошлого года на этом предприятии прошла даже забастовка рабочих. И тогда причиной невыходов на рейсы была как раз задержка зарплаты. Страдают из-за внутреннего конфликта в Рязань Экосервисе ясное дело простые жители Кольнова. Они уже подумывают о смене обслуживающей организации. Страсти кипели на этой неделе в региональном отделении военно-охотничьего общества. Стрелки предложили переизбрать основной состав совета. Подробнее об этих не совсем охотничьих страстях рассказывает Ирина Ковалева. В этом зале собрались люди, которых объединяет не только военная профессия, но и любимое хобби – охота. Однако сегодня их смело можно назвать охотниками за справедливостью. Ведь собрались они здесь для того, чтобы постараться исправить ошибки, допущенные, по их мнению, правлением Рязанского регионального отделения военно-охотничьего общества. Об этих ошибках много писали рязанские газеты в конце января. И цены на лицензии завышают, и звери не подкармливают, и охоту организуют не для военных, а для приезжих из Москвы. Так что главной целью этого внеочередного собрания стало наведение порядка в охотхозяйстве. Для кого угодно, только не для военных. Поэтому я предлагаю пересмотреть положение о нашем обществе, устав, пересмотреть организацию, структуру руководящего состава нашего общества, для того, чтобы, соответственно, непосредственно члены нашего общества могли иметь больше возможностей охотиться, чтобы возможности организовывать охоту, вовлекать в нее вновь назначенных молодых членов охотников, обучать их, как это было, когда я пришел, когда главный наш охотовец, Косромец, он ходил на охоту с нами, обучал, рассказывал, что-то показывал. Было интересно, и мы в это хозяйство ездили часто. Сейчас ничего такого нет. В ходе собраний выяснилось, что из присутствующих в зале ста человек, лишь трое участвовали в охоте в прошедшем году. И даже один из немногих присутствующих членов действующего совета, Василий Поляков, подтверждает, что членам общества в охотхозяйстве не очень-то и рады. Я греха дать не буду. Я как член совета однажды приезжаю, мне тоже вопрос задают. А ты что приехал? Пришлось резко ответить. Ничего там не попутать с головой-то. То есть вопросы даже мне, как члену совета, вопросы задают. Ты что приехал? Я про меня что-то говорю. Согласен. Вот тогда что про родного члена говорит? Конечно, вас никто не ждет. Ну, это во многом зависит от директора охотхозяйства. Неудивительно, что предложение переизбрать основной состав совета поддержало абсолютное большинство. В том числе и Виталий Никитин, бывший егерь военного охотхозяйства, который был первым, кто рассказал о том, что происходит в оверенных ему владениях. Наше охотхозяйство заняло только место первое по зарабатыванию денег, которых никогда не было. Ничего не делается вообще. Председатель же правления Анатолий Шестаев в зале так и не появился. Видимо, сказать членам общества ему нечего. Единственная возможность изменить ситуацию переизбрания членов совета, конечно, путем голосования. Опломбированные урны, бюллетени, подсчет голосов – все как положено. Правление переизбрано, новые члены обсуждают дату своего первого заседания. Военное охотхозяйство получило еще один шанс стать уголком отдыха для мужчин одной из самых сложных профессий. И как повелось в нашей программе, ее завершением будет мини-проект недели полицейских от Глеба Галушкина. И на это напомним дайджест о недельных событиях из практики рязанских силовиков. Рязанские пожарные сообщили на этой неделе, что за последнее время участились случаи поджогов. По статистике их число выросло почти на треть. Также беспокоят рязанских сотрудников МЧС поджоги автомобилей, стоящих без присмотра во дворах. В основном горят у нас автомобили, которые граждане оставляют возле домов. Так вот, хотелось бы обратить внимание на это и обратиться к жителям. Возможно, что сейчас необходимо задуматься и ставить наши автомобили на платных стоянках, либо же под охраной, так скажем, а не оставлять их во дворах наших домов. Совершенно дикий случай, также связанный с автодвижением, произошел в самом центре Рязани. Вечером во вторник на перекрестке улиц Ленина и Никола Дворянской молодой крепкий водитель избил пенсионера. Все произошло на пешеходном переходе. Я иду, он мне по этому, почти по ногам едет. И он просто по капоту, он выходит сбитый. Вот, пожалуйста, сбитый, мне швейтили, куча. На помощь к пожилому человеку пришли прохожие и водители. Они прекратили избиение и скрутили нападавшего. Агрессор сообщил полицейским, что биту применил в ответ на удар пенсионера. Но старик стукнул по капоту машины, а сам-то водитель лупил уже по голове престарелого пешехода. Установился, вышел за машиной. Ну, с палкой на руках. Ну, потом, я не помню. Ну, как, потом я ударил его, и все. Ну, ударил его чем? По предметам. Также полицейские на этой неделе проводили рейды по местам продажи нелегального алкоголя. Речь идет не только о незаконной торговле в ларьках, магазинах и самодельным зельем, что называется, из форточек. Пока еще в областном центре работают питейные заведения, которых по действующему законодательству. И быть-то уже не должно. Очередной совместный рейд работников администрации Рязани и правоохранителей закончился проверкой спортклуба «Олимпийц», что находится на улице советской армии. Главная просьба, которая поступала от жителей, это, конечно же, закрыть это заведение, потому что оно не устанавливает никаким требованиям. Раньше даже оно называлось кафе. Какое здесь кафе? Здесь площадь не позволяет. И вообще это жилой дом. А в жилых домах у нас в городе Рязани запрещена торговля спиртными напитками. Поэтому главная задача, конечно, закрыть это заведение. То, что рязанские владельцы различных алкогольных мини-баров и мини-кафешек привыкли нарушать закон, давно уже никого не удивляет. Да и алкоголь, который здесь продается, не всегда легальный. Полицейские ежедневно проводят рейды по городским рюмочным. И в таких заведениях, по словам правоохранителей, спиртные напитки продаются без разрешительных лицензий. Например, только в ходе минувшего рейда из рюмочной на Московском шоссе стражи порядка изъяли два ящика водки и 13 литров пива. На сегодня все. Хороших вам выходных, побед нашим олимпийцам, доброго здоровья Евгению нашему Плющенко, пусть побыстрее выздоравливает. А мы будем смотреть спорт, заниматься спортом, привлекать к спорту родных и близких Олимпиадах хороший тому мотиватор. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин